В ринге сегодня только 14-15-летние омские боксеры. Подающие надежды спортсмены разыгрывают награды традиционного Кубка Губернатора. Соревнования завершают календарный год, но не спортивный сезон. Поэтому на этом турнире участники в своих лучших кондициях. И каждый выходит на спарринг в расчете на то, что получит шанс представлять наш регион на соревнованиях всероссийского уровня. Этот финальный бой – один из первых. Соперники не первый раз встречаются в решающем спарринге за медали. И на этот раз удача улыбнулась Александру Калайтану. К своим 35 победам из 40 проведенных боев он добавляет 36-ю. С соперником я уже имел дело. В прошлом бою у меня не получилось выиграть. На этот раз я поставил себе цель его выиграть. Я готовился, тренировался специально для него. И в финале я с ним оказался. Более меня оказался довольно-таки сложным. На мой взгляд, первый раунд я наделал не то, что я хотел. А вот после второго раунда я уже начал боксировать. Бокс популярен. За три соревновательных дня в ринг областного центра единоборств вышло около 70 боксеров. Были ребята как из омских клубов, так и из сельских. Достойную конкуренцию составили спортсмены из 11 районов области. По регламенту турнира бои провели в 15 весовых категориях. По словам самих спортсменов, с каждым таким соревнованием они становятся на шаг ближе к победному пьедесталу. Здесь они получают драгоценный соревновательный опыт. Опыт, во-первых, психологический. На следующие соревнования легче настраиваешься на бой. Наши соперники в Сомске также тренируются, как и мы. Мы на каждый бой настраиваемся серьезно. Даже если мы с ними боксируем третий раз, четвертый раз, каждый раз с ними в парах стоим, мы все равно так же настраиваемся. Кубок губернатора по боксу разыгран. Традиционно победили сильнейшие. В этом году боксеры уже отправляются на новогодние каникулы. И наверняка в самую сказочную ночь в году многие из ребят загадают главное желание для любого спортсмена – побеждать везде и во всем.